Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, желание моего сердца вместе с вами сегодня обратиться к тексту Священного Писания, который записан в послании к римлянам. 5 глава, прочитаем три стиха, 12, 18 и 19 стих. Итак, с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили», 18 стих. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни», и 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать о двух личностях. Двух личностях, которые оставлены на страницах Священного Писания, представлены в истории всего человечества, личности, жизнь которых тесно сопряжена с нами сегодня, в повседневной нашей жизни. Личность одного принесла в нашу жизнь смерть, вражду и разлуку с Богом, и личность другая принесла в нашу жизнь мир с Богом, спасение и оправдание. Как вы уже догадались, речь идет о двух родоначальниках родов – это Адам и Христос. Библия называет братья и сестры Адама первым человеком, и что интересно, кто читает внимательно Священное Писание, особенно послание Коринфянам, 15 главу, апостол Павел называет Иисуса Христа последним Адамом. Возникает вопрос, что означает и почему Иисус назван, какое сходство между двумя этими людьми, какое различие. Давайте проведем немножко сегодня такую сравнительную характеристику этих двух уникальных, удивительных личностей, которые названы первым Адамом и последним Адамом. Итак, первое, сверхъестественное начало, я так назвал, сверхъестественное начало этих двух личностей. Когда мы смотрим Священное Писание, Библия рассказывает о том, что первый человек, Адам, был сотворен Богом по образу и подобию из праха зимового. Бог вдохнул в него жизнь в лицо Адама, и написано, что человек стал душою живого. Пользуюсь возможностью, с нами сегодня дети находятся, которые приходят в школу и слышат другую теорию, другое происхождение. А человек, я хочу напомнить, что человек не проходил никакие процессы преобразования, процесс эволюции или еще какие-то моменты. Абсолютно нет. Библия говорит о том, что Бог создал Адама в один момент, своим словом, определенное время, на шестой день. И никаких других теорий, никаких других пониманий мы не видим, не находим в Священном Писании. Это очень важно. И это было сверхъестественное вмешательство Бога. Писание говорит, братья и сестры, что Адам был сотворен по образу Бога, Христос же является образом Бога невидимого. Библия говорит, что последний Адам, Иисус Христос, был тем, через кого Бог сотворил всю вселенную. Все творение, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, власть ли, начальство ли, все им и для Него сотворено. И это очень важно, братья и сестры. Но нужно признать, и все же, в своей человеческой природе, когда Христос пришел на эту землю, Он получил тело, физическое тело, которое имел сотворенный Богом и первый человек, Адам. Он воплотился в образ человека. Сверхъестественное начало двух личностей. Первый и последний Адам. Второе сходство, различие, то, что называют совершенный, святой и непорочный. Братья и сестры, мы понимаем, что когда Господь сотворил первого человека, Он был каким? Он был совершенным, Он был святой и Он был непорочный до того времени, пока грех не вошел в Его жизнь. Последний Адам, Иисус Христос, также был совершенным, имел отношение с Богом, как и первый человек до грехопадения. Это было особое отношение в Едемском саду, когда написано, Бог приходил и в прохладе дня беседовал с Ним. Не было препятствий никакого. Братья и сестры, в отличие от первого, нужно отметить, Иисус Христос, последний Адам, имел божественную природу и обладал всеми качествами, всеми функциями, всеми привилегиями, которые имеет истинный и праведный Бог. Третье, братья и сестры, различие и сходство, это начало, которое положили эти две личности. Писание говорит, что Адам дал начало всему роду человеческому, а Христос является началом искупленного человечества, совершенно нового. Первое послание Коринфянам, 15 глава, это удивительная особая глава в Библии. Она дает нам вот это сходство и различие. Она показывает, какую роль выполнил Адам, первый человек, который сотворил Бог, и какую роль выполняет и выполнил последний Адам. Обратите внимание, братья и сестры, Библия не называет Иисуса Христа вторым Адамом. Библия называет его последним, и все же дает ему это имя Адам. Давайте мы посмотрим с 15 главы 45 стиха. Так и написано, обратите внимание, как апостол Павел начинает свое повествование. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущей, а последний человек, а последний Адам, есть дух животворящий. Далее он говорит, 47 стих, первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ и небесного. Братья и сестры, два человечества положили начало. Первый дал человечеству, в котором мы находимся частью, то, которое ушло в вечность, те, которые придут. А второй дал совершенно новое начало. И мы об этом тоже коснемся. Два дарителя жизни. Первый Адам дал жизнь физическую всему последующему поколению. А последний Адам, Иисус Христос, дает жизнь вечную. Это очень важно, братья и сестры, когда человек Божий, Моисей, размышлял о скоротечности, о быстроте времени, в котором мы живем. В Псалме 89, 10 стихе он молится и рассуждает об этом. Он говорит, дней лет наших 60 лет. И при большей крепости лет наших 70 лет. И при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезни. Ибо проходят быстро, и мы летим. Это действительно так, братья и сестры. Время, в котором мы живем, мы отчетливо замечаем это в своей жизни, в своих детях. Настолько быстро проходит это время. И Моисей называет это время, которое Бог дал, мы летим. Обратите внимание, что говорит Иисус Христос. Когда сестры, отчаявшись, утратили своего любимого брата Лазаря. И ожидая его, положив свою какую-то надежду, упование, что что-то произойдет. Господи, почему бы, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой? Обратите внимание, что говорит Иисус Христос. Иисус обращается к Марфе, Евангелие Теана, 11 глава, с 25-26 стих. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, что произойдет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Братья и сестры, сегодня люди отчаянно борются за продление жизни своей. Готовы тратить огромные суммы денег, чтобы продлить свое здоровье, свою жизнь. Ученые работают над этим вопросом. Все, что мог дать Адам, он мог дать время 70, при большей крепости 80. Кто достигает, может быть, и большего. То, что дает Иисус Христос сегодня. Всякий верующий в Меня не умрет вовек. Начало человечества. Еще одно различие и сходство. Два правителя, братья и сестры. Мы знаем, когда смотрим Священное Писание, Адам, он как представителю всего человечества, была дана власть на сотворенным Богом миром. Это очень интересно, когда мы смотрим в историю, друзья. Есть текст Писания в книге «Бытие», 1 глава, 26 стих, написано так. Бог, когда сотворил все видимое, все творение, и сотворил первых людей, он обращается к Адаму и говорит, «И да, владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимся по земле». Братья и сестры, мы задаем вопрос, что это за владычество, в чем оно заключалось, это владычество? Каким образом первый человек, сотворенный Богом, совершенный, святой, праведный, где не было греха, обладал абсолютным интеллектом, способностями, способностями дать название каждому творению Божию? В чем это владычество заключалось? Ну, прежде всего, нужно отметить, братья и сестры, что жизнь в раю была из полно радости, совесть их была спокойна, сердце чисто, разум светил, не было никакого греха, и самое высшее, как бы, совершенство состояло их в чистоте, нравственно этой невинности, они не имели и не знали никакого греха. И, живя в раю, они пользовались всеми благословениями и дарами, которыми Господь наделил их. Я думаю, что были какие-то особые отношения и с животным миром. Не было вражды, братья и сестры, потому что сильно не трогали слабых, все жили вместе, питались травою, растениями, и никто из них не боялся людей. Братья и сестры, я думаю, это были, правда, особые отношения, которые существовали. И Адам первый, он чувствовал свою власть и владычество над всем этим миром. Какое господство последнего Адама? Что Бог дал последнему Адаму, Господу Иисусу Христу? Братья и сестры, в чем это различие? Обратите внимание, Священное Писание говорит, когда Христос умер и воскрес, Господь наделил его неограниченной властью и владычеством над всем видимым и невидимым. И мы читаем послание Кефесина в 1 глава, 21-23 стих. Смотрите, как Господь возвеличил, Бог возвеличил Сына Своего. Написано, что Он превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именующимся не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше сего главою церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Первый Адам имел ограниченную власть над творением Божьим, которое Господь сотворил. Последний Адам имеет неограниченную власть над видимым и невидимым духовным и физическим миром. Братья и сестры, очень интересно, еще я нашел в Священном Писании вот это сходство, знаете, что для того, чтобы первый человек имел спутницу, имел жену, что-то Бог особо сделал. Обратите внимание, когда мы читаем книгу «Бытие», 2 глава, 21 стих, написано, что «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью». Первая жена, которая была у Адама, она появилась благодаря ранее на теле Адама, не так ли? Нужно было эту анестезию сделать, ввести в глубокий сон его, для того, чтобы у него появилась спутница. Обратите внимание, братья и сестры, что произошло с нашим Господом. Когда мы читаем Евангелие Теана, 19 глава, 34 стих, описывает, когда Господь Иисус Христос на Голговском кресте висел. И мы читаем, «Но один из воин им копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода». Братья и сестры, возникает вопрос, когда у Господа явилась церковь Его? Иисус Христос своими страданиями приобрел церковь себе, спутницу, невесту, жену, акца. Какое удивительно, потрясающее сходство, братья и сестры, через кровь и страдания Господа Иисуса Христа. Он имеет невесту, которая называется женой акца в книге Откровения. Братья и сестры, мы находим в Священном Писании о том, что и у Адама, и Иисуса Христа было великое испытание, правда? Священное Писание говорит, что в начале своей жизни, который находился он в идеальных условиях, находился в Едемском саду, где обладал абсолютно всем, ему было тоже представлено испытание, в котором он не устоял. Дьявол его искусил и смог победить. Братья и сестры, Писание говорит, что Иисус Христос в начале своего служения, находясь в особых обстоятельствах, в пустыне, сорок дней ничего не ел, не пил, напоследок взолкал, и у него тоже было испытание. К Адаму Первому тоже пришел сатана, и он не устоял. Хотя были условия совершенно другие. Господу Иисусу Христу тоже пришел сатана, и он устоял, и он победил, братья и сестры, он одержал величайшую победу в тех условиях. И Библия говорит, потому что знает, как искушаем им помочь. Это очень важно, братья и сестры. Мы сегодня с вами тоже проходим испытания, искушения. Мы тоже проходим сегодня с жизнью, братья и сестры Адама, и многие люди, христиане, живут жизнью ветхого Адама, и жизнь которых сосредоточена на временном, человеческом, земном, материальном благополучии. Для них Христос – это где-то какое-то, знаете, спасение. По воскресеньям утром прийти помолиться Богу. Хорошо бы на вечерю не опоздать, не прийти, да поучаствовать, братья и сестры. А есть другое. Есть последний Адам, тот, который пришел на эту землю. Был испытан во всем. Одержал величайшую победу на Голгофе. Написано, поэтому знает, как искушаем им помогать. И Писание говорит, что к этой жизни Бог сегодня побуждает нас. Не вот этот, который не устоял, а тот последний, имя которому Павел говорит, Дух животворящий, Господь с неба. Еще одно сходство, еще одно различие, великое поражение, великая победа. Как мы уже говорили, первый Адам, как родоначальник всего человеческого рода, на который была ответственность, братья и сестры, это немаловажно. Он положил начало. Он не только прошел испытания сам, не только потерпел поражение. Братья и сестры, за Адамом. Все человечество пошло. В результате падения Адама, братья и сестры, мы прочитали сегодня. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме все согрешили. Братья и сестры, от этого мы стинаем. И тот вопрос, который задают люди, откуда пришло зло. Почему человек несовершенный? Почему человек сам является олицетворением зла? Мы являемся дети Адама. Братья и сестры, в результате в Адаме мы все осуждены, потерпели духовное поражение, стали рабами греха и смерти и сатаны, и унаследовали духовную и физическую смерть. Смерть, друзья, Писание говорит посредством Адама. Благодарение Богу, братья и сестры, за то, что в истории мира, и скоро на Рождество мы будем говорить об этом, когда исполнилась полнота времени, Бог послал на эту землю ни второго, ни третьего, последнего дал ему тоже имя, Адам, который одержал победу над грехом, плотью и дьяволом. И в результате все, кто принимает его в свое сердце, все, кто верует в него, все, кто отдают свою жизнь из сердца Господу Иисусу Христу, происходят колоссальные изменения. Бог дает новое сердце, Бог дает новую божественную природу, Бог дает новые чувства. Господь входит в особые отношения. Происходят оправдания, искупления. Господь дает свободу от греха. Миллионы людей сегодня нужно дать, братья и сестры, сказать об этом, томятся во грехах, огромные деньги вкладывают для того, чтобы придумать, как освободиться от наркозависимости, алкозависимости, от многих-многих пороков, в котором сегодня человечество пребывает. «Если же Сын освободит, Библия говорит, истинно свободны будете». Поэтому благодарение Господу за то, что в жизни Иисуса Христа был день не только в пустыне, где Он одержал победу над дьяволом, но был день на Голгофе, держал победу над дьяволом, над смертью, над адом, и ключи держит в своей руке. И еще одна мысль, братья и сестры, суд и смерть. Первый Адам был осужден Богом, лишен общения с Ним, изгнан из рая, и был поставлен херувим, который закрыл дорогу к древу жизни. И Его тело обратилось в прах. Вот поэтому, братья и сестры, сегодня мы хороним наших близких, родных. Сегодня мы являемся свидетелями. Каждый день люди уходят. В описании написано, говорит, что из праха ты взятый в прах возвратишься, потому что все лишены славы Божией. Братья и сестры, последний Адам, Господь с неба, также умер, но на кресте, чтобы искупить грех человечества. И Он не остался во гробе. Он воскрес из мертвых. И Он провозгласил величайшую победу, братья и сестры. И сегодня то служение, то время, когда верующие люди, братья и сестры, мы проходим вот этот земной наш путь. Мы все носим в нашем теле смертность этого ветхого человека, Адама. Наше тело подвержено смерти, болезням, угасанию, умиранию, разложению. Но в наших сердцах, в нас имеется то, что никогда не умрет. Это наш дух и душа, которую Господь подарил нам при нашем спасении. По причине грехопадения, Писание говорит, что первая Адама, вся земля находится под проклятием. И мы являемся свидетелями. И Бог сказал, тернии и волчисцы произрастет она. Все творение, братья и сестры, совокупно истинает и мучится до ныне, друзья, благодаря тому падению, то, что произошло в лице первого человека. Но именно благодаря пролитой крови и смерти Иисуса Христа это проклятие и смерть будет снято с мира. И все творение, братья и сестры, вновь будет восстановлено до своего чисто бессмертного состояния, которое Господь совершит это. Это тоже будет удивительное потрясение, братья и сестры, в тысячелетнем царстве, когда сатана будет скована тысячу лет. Земля будет изменена, преобразована, грех не будет господствовать благодаря только тому, что Господь Иисус Христос совершил на Голговском кресте. Перед нашей молитвой, братья и сестры, я бы вновь хотел обратиться к этим текстам Писания в Первом Послании Коринфянам, 15 глава. Как в Адаме все умирают, так во Христе. Что произойдет? Все оживут. 48 стих. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. 49 стих, 15 главы. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы проходим этот жизненный путь. Это два образа, два образа жизни, которые представлены сегодня, два пути. И есть этот отпечаток, мы всегда будем носить в себе, братья и сестры, в нашем несовершенном характере, в наших привычках, в наших падениях, в нашем томлении по вечности, по Богу. Братья и сестры, это день, когда мы можем сегодня, как несовершенные люди, но искупленные Господа, имея в себе этот образ небесного, возрожденный дух, обновленное сердце, обновленный разум, мы сегодня можем склониться, поблагодарить Господа за то, что мы не только когда-то родились от Адама первого, за то, что в нашей жизни мы встретились и с последним Адамом, Господом нашим Иисусом Христом, Который передал нам все благословения, благословил нам всяким духовным благословениям в небесах, Который назвал своими, которых имена вписал в книгу жизни, вот за это мы сегодня будем Его благодарить, прославлять, и через видимые знаки преломления хлеба, принятия вина, мы будем свидетельствовать о том, что это стало нашей частью, искупление было принято ради нас, для нас, и этому мы свидетели. Пусть Господь в этом прославится, благословит нас. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok